Уже при входе здесь призывают держать социальную дистанцию полтора метра и запрещают рукопожатие. Затем просят вымыть руки антисептиком. Меры для борьбы с коронавирусом и на лестницах, и в коридорах. Ковровые дорожки отныне свернуты. Оттого на этажах гулко раздаются звуки каблуков. Впрочем, заседание сегодня проходит не в тесном зале на четвертом этаже, а в конференц-зале правительства области. Причем депутатов рассаживают друг от друга. И начинается все с объявления. Практически все депутаты, аппарат, правительство прошли тестирование. Результат отрицательный. То есть все чистые. А вот традиция поздравлять с днем рождения остается сегодня цветы губернатору. Здоровье, энергии и осуществление дерзких замыслов. Впрочем, уже через несколько минут от улыбки Александра Буркова не остается и следа. Губернатор выступает с внеочередным обращением. В Омске уже четверо пациентов в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Трудно и экономике, и бюджету. Негативный сценарий – это закрытие 40% малых и микропредприятий, а значит почти 100 тысяч безработных. Самоизоляция сегодня спасает жизни, но, к сожалению, ударяет по экономике и материальному благополучию людей. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 19 тысяч безработных. С середины апреля в службе занятости регистрируется ежедневно порядка тысячи обращений. Это значит, что к концу месяца можно ожидать рост безработицы в два раза. Александр Бурков сообщает, что встречался на этой неделе с руководителями отделений крупных банков в Омске и спрашивал, почему до сих пор плохо выдают и кредиты предпринимателям, и кредиты на зарплату под 0%. Уже сейчас власти видят падение всех основных платежей в бюджет. Уже сегодня налоговые доходы снизились на 37% от плана. В частности, налог на прибыль минус 52%, налог на имущество минус 73%, налоги на совокупный доход, которые включают УСМ, ЕНВД, единый сельхозналог и патент минус 47%, НДФЛ минус 18%. При сохранении такой динамики мы прогнозируем потери в областном бюджете более 10 миллиардов рублей. Кабинет министров области разработал предложения для поддержки бизнеса. Их стоимость примерно 1 миллиард рублей. Снижение ставок по упрощенной системе налогообложения до минимальных значений. Снижение транспортного налога вплоть до нуля для отдельных категорий налогоплательщиков. Снижение налога на имущество организации. Снижение в 10 раз стоимости патента для отдельных видов деятельности. Хочу подчеркнуть, что мы предлагаем ввести эти льготы не с апреля, а с задним числом. С 1 января и по 31 декабря текущего года. Однако сфер, что получат поддержку, немного. Депутат Валерий Кокорин приводит в пример один из главных секторов экономики – торговлю. Налоговые льготы и отсрочки получат лишь торговля товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах. Речь идет о книгах, газетах, аудио- и видеозаписях. Почему именно этот вид деятельности торговли становится стратегическим? Почему в стороне остаются более важные потребности омичей? Почему без поддержки в итоге сотни организаций торговли? Мы остановили всю торговлю. Сегодня меня спрашивают, холодильник сгорел. Что делать с семьей? Четыре человека. Холодильник сгорел. Куда идти? Кто ответит? Шланг унитаза порвался. Куда идти? Мальчик вырос за зиму. Надо обувь летнюю купить, зимней ходить уже нельзя. Не у всех этих башмаков лежит, кто ее знает. Куда идти? То есть мало того, что мы, как бы вот весь малый и средний бизнес свой, он у нас так, как в тундре травка растет. По нему раз проедешь, все, сто лет не восстановится. Я прошу в законах правительства учесть все же те сферы деятельности и в имуществе, и в вмененке, которую мы с вами остановили. Ну, честно, будет и справедливо. Предложения депутата обсудят на заседании рабочей группы Дмитрия Ушакова. Это первый пакет антикризисных мер из плана, который насчитывает 52, собственно говоря, меры, 52 позиции. Мы по упрощенке и по налогу на имущество, конечно, рассмотрим в части расширения и предоставления дополнительных, расширения этих льгот, распространения пониженных ставок на другие иные виды деятельности. Но, конечно же, нужно подходить взвешенно ко всем решениям. Лично по моим прогнозам, по прогнозам Министерства экономики, мы вообще ничего не получим по упрощенной системе налогообложения по итогам 2020 года. Спрос у нас, даже если мы завтра снимем и разрешим всем работать, спрос не восстановится еще очень долго. Сейчас меняется потребительская модель поведения, спрос, потребительский спрос, он меняется, меняется его структура, меняется структура экономики. Итог выступлений подвел спикер. Я думаю, что большинство предложений будет принято к положительному исполнению. Вы сами сказали, что вы будете расширять, в том числе, экономическое деятельство. Поэтому, ну, можно сейчас устроить дискуссию. Ну, у вас работает группа, там есть наши представители, там есть представители бизнеса, которые также успешно работают в одной команде. Я бы попросил Валерия Михайловича то же самое подключиться. И у вас всегда увесистые аргументы есть. Поэтому давайте будем цивилизованно отрабатывать эти вопросы. Эту тему депутаты теперь обсудят на следующем заседании, в мае. Пока же на сайте Минэкономики готовят специальную навигацию. Предприниматели, вводя ННН, смогут увидеть меры поддержки. А еще власти расширяют спектр общественных работ. Открываются вакансии в дорожном строительстве, озеленении и благоустройстве. Ситуация в экономике, впрочем, возможно, потребует и других действий. Евгений Нифанов, Антенна-7. Продолжение следует...